На молодежные два с утра до вечера стянута большая техника, ведутся строительные работы. Специалисты Дорстройсервиса снимают старое покрытие. Согласно дизайн-проекту, в скором времени здесь станет намного комфортнее. Появится новый асфальт, заменят урны и скамейки. Основной перечень работ уже завершился. Кроме эстетики, решится и самый главный вопрос, который много лет волнует жители. Огромная лужа, которую нельзя было ни обойти, ни объехать. На сегодняшний день уже завершены работы по восстановлению ливневой канализации. То есть проложены трубы, дождеприемники, поставлены уже крышки дождеприемников. И сейчас, как вы видите, уже производятся работы по укладке плит. И, соответственно, дальнейшее будет щебнение и укладка асфальта. Средства на благоустройство двора на «Молодежные-2» выделены из городского, окружного и федерального бюджетов. Отметим, что принять участие в проекте «Комфортная городская среда» может каждый, направив свои предложения в администрацию города, в отдел архитектуры и градостроительства. Так же, как это сделали жители домов по улице Мира 14А и 14Б. На сегодняшний день уже тоже практически завершены работы по восстановлению ливневой канализации на улице Мира 14А и 14Б. Это второй двор, который идет по этому проекту. Ну и сейчас в конце ском у нас трубы тепловые, там попали в обозрение. Они завершат эти работы и в дальнейшем будет Дорстой сервис также проводить работы по основному покрытию. Главный срок завершения работ у нас 30 сентября текущего года. Особое внимание в программе «Комфортная среда» уделяется и озеленению города. С начала летнего сезона уже высажены полторы тысячи декоративных деревьев и кустарников. Среди них сибирские яблони, венгерская сирень, черемуха, шиповник, ель и лиственница. Территории парков, скверов и зон отдыха украсили 105 тысяч цветов. Петуньи, бархатцы, георгины, астры, флоксы, виолы и многие другие. В работы по созданию ландшафтного дизайна города также входит покос травы на газонах и кольцевых развязках. Согласно правилам благоустройства, трава – это сорняк, и от него нужно своевременно избавляться. «Мы по норме должны выкашивать четыре раза за сезон. Фактически качество у нас наше внутреннее другое. Мы выкашиваем большее количество раз. Фактически мы за месяц выкашиваем по два раза. В общей сложности у нас получается шесть раз мы выкашиваем за сезон. Трава должна быть вот такая вот, 2-3 сантиметра, 20-30 сантиметров. Бурьянт недопустим. В городе также в самом разгаре кампания по ремонту домов. Промышленные альпинисты работают с межпанельными швами и перекрашивают фасады. Реконструкция жилого фонда ведется в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и Лукойлом. До середины августа рабочие должны привести в порядок четыре дома на улице Югорская. 26, 32, 36 и 44. Не обошли стороной и дороги. В этом сезоне будет заасфальтировано более 27 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Финансирование осуществляется из средств окружного и городского бюджетов. Общая сумма, выделенная на эти цели, составила порядка 70 миллионов рублей. Кристина Скворцова, Екатерина Дементьева, Николай Горкуша. Специально для новостей.